В пятом доме по улице Магнитогорская плановая проверка газового оборудования. И в первой же квартире специалист сразу находит утечку. Видите, вот шкала, она показывает, если концентрация повышенная, газовая утечка, у нас шкала начинает двигаться вверх. Здесь вот утечка в кран. О том, что в кухню медленно поступает газ, владельцы квартиры не подозревали. После диагностики слесарь оперативно устраняет неполадку. Ускрыл его кран, смазал его, вот и закрыл. Утечки нет сейчас. И такие случаи не единичные. Часто жители не знают об опасности. С начала года в Самарской области жилищная инспекция провела 830 проверок и выявила больше 300 нарушений. В основном это незаконные перепланировки и старые оборудования. Были случаи, когда вместо специального газового шланга люди подключали к плите резиновой для воды. Но главная проблема в том, что жители нередко препятствуют своевременной проверке оборудования. Проблема такая возникает, и она серьезная. У нас в этом году при проверке газового оборудования внутри дымового было выявлено 11 нарушений. Из них мы выдали предписания 7 штук. И 5 предписаний нам пришлось отправлять по почте с уведомлением. Так как жители не хотели получать эти предписания. Так как они понимают, если они выручат и распишутся за данное предписание, им придется все это выполнять. После участившихся случаев со взрывами газа сразу в трех городах страны, на федеральном уровне озаботились правовой стороной вопроса. Законодательная база требует изменений и ужесточения ответственности за подобное ЧП. Министерство строительства уже разработало специальный документ. Правительство очень серьезно озаботилось этими проблемами. И сейчас Министерство строительства разработало и уже выпустило инструкцию о том, какие требования предъявляются пользователям. Каким образом они должны, так сказать, их поведение, каким образом они должны осуществлять свою деятельность в части, допустим, соблюдения правил пользования газом в быту. Специалисты газовой службы напоминают, в вопросе безопасности основная ответственность лежит на жильцах. Если газовое оборудование проработало больше пяти лет, его желательно заменить на новое. Особенно внимательными нужно быть, если в кухне установлены пластиковые стеклопакеты. В этом случае проветривать помещение нужно чаще. И никогда не препятствовать плановой газовой проверке дома. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.